Всем куся, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Slime The Hero Slayer The Dark Mirror 10 зеркало, да, отсылаясь на предыдущую нашу серийку, которая была за слайма, которая была очень сильная, просто аннигилятор всего на свете, и боссов выносил, и комнаты чистил нереально, был очень крутой забег. Сегодня есть ли смысл говорить, на что я планирую сделать забег? Это неожиданно, да, ребят, это будет волк! Как-то в последнее время я очень много делал забегов за волка, да, правда, заканчиваются они в итоге нихрена не волком обычно, так уж получается. Но я думаю, что сегодня мы наконец-таки уже все, уже явно, уже без приколов, реально будет волк. Он как бы и до этого без приколов планировался, но каждый раз что-то не так шло у меня. Но все уже, у меня остается только самурай и только балрок из того, что я хотел бы еще сыграть, помимо новобранцкорлеона, байкера и волка, соответственно, которыми мы и так сыграем, собственно, спокойно. Поэтому я думаю, что уже все. Волчь удача должна, должно, скажем так, прийти наконец-таки и конец. Уже и так оно очень долгое время держалось каким-то чудом просто в каждом забеге, создавая нереальные условия. Оно уж там местами даже на другие игры начинает перекладываться, если говорят, да, у меня там брататы, я делал забег на кактус, в которых не было кактусов толком. Зато было два очень редких оружия, которые обычно я не встречаю, через которые никак не могу сделать забеги тоже. Первая комната, которая сливает почти пол хп, это классика жанра, и что я хочу сказать, волк вначале чувствует себя ужасно просто слабо. Это в самом начале один из самых слабых и неудобных черепов, по-моему. Вот на зеркалах, вот здесь, по крайней мере. Каждый раз, когда я начинаю за волкой играть, я умираю гораздо быстрее, чем за кого угодно любого другого. Может быть, это из-за того, что я охоту использую в начале, а в начале она вообще бесполезная. Она, в принципе, комната такая себе, она на боссов, именно на одиночной жирной цели. А у первой версии черепа она еще и бафа тебе не дает, то есть она вообще бесполезная практически. Просто такой, типа, одна тычка. И волк сам по себе туда-сюда его шатает от свапа, от охоты. Если встречается моб, который запускает огненные ядра вот эти вот, от него вообще дожить невозможно адекватно. Ну, очень тяжело, скажем так, особенно если к нему дополнительно кто-то еще добавляется. Так, окей, снесли. Но сейчас более-менее такая простая генерация пока. По крайней мере, и на этом спасибо. Ну, в общем, наконец-таки сделаем забег за волка. Я думаю, уже сегодня точно. Уже слишком мало вариантов осталось, что может мне еще попасться. На Балрога вообще рачить не стоит. Самураи еще есть какие-то не... Вы же это слышите, да? Мотоцикли за окном. Да. У меня была мысль сделать забег за волка вместе с байкером вместе, на самом деле. Потому что это оба физические черепа с небольшой примесью магии. Но в итоге получится, что обоими черепами я сыграю ни рыбы, ни мяса, ни туда, ни сюда. Как-то я решил, что, наверное, лучше я им сделаю отдельные серии к каждому из них. У них немного магии есть, но они оба хотят, чтобы ты полноценно играл в первую очередь именно ими. То есть они хотят на поле боя находиться. Не хочешь ими свапаться часто, прям так. У байкера еще есть часто свапаться. У него как бы мотоцикл прикольная штучка. Но зачастую она очень опасная, в том числе. Про что тоже нужно не забывать, само собой. Так, окей, сбили мага быстренько так. Пока чувствуем себя вроде как более-менее. Сверху снизу ничего нету. У меня как-то типа клин-клином вышибают, минус на минус дают. Плюс, да, байкера вместе с волком сделать. Была мысль у меня, и писали в комментариях, тоже предлагали, что на шапку канала занести, как его, волка на байке. Либо же у меня была мысль, что типа байкера занести на мотоцикле, да, то есть, ну, собственно, как в первом варианте. Но из-под шлема, чтобы была голова волка. Я хотел такое сделать, но я не особо представляю, как это красиво за фотошопе, чтобы это реально органично смотрелось. Так, тут у нас клоун, разбираем его просто. Потому что это было бы, действительно, забавно смотрелось бы, возможно. Но как это не на фотошопе, если это не делает какой-то реально мастер, мне кажется, ну, он будет смотреться так, немного вычурно, возможно, не знаю даже. Может и сделаю потом, может и не получится. Но идея такая, весьма забавная, мне кажется. Как символ такой канала просто уже. Так, это я ждал, что он меня сейчас продамажит, но после свапа у меня хотя бы есть щит. Так, вот это бессмертие, да, он подхиливает, соответственно. И добиваем его отлично. Слушайте, пока что по хп у меня идет более-менее. Я сейчас, на самом деле, начинал дважды записывать видос, и буквально в первой или во второй комнате я сдыхал за волка, жизнь тратил, я такой думаю, ну, блин, как-то совсем такое себе начало. Поэтому я уже третий раз, на самом деле, проговариваю некоторые моменты. Но вот я не просто, я говорю это потому, что я не просто так говорю, что волк очень слабый в начале, и именно он создает огромные проблемы в первых комнатах, и буквально ничего не может сделать против них. Каждый раз, как я за него начинал забег, что и сейчас, появлялись какие-то дикие проблемы. В самом начале буквально. Так, кусок сказки. Надеемся на что-то хорошее здесь. Вау! Вау! Это волк! Это волк! И это реально, ребят, на волка предмет. Это шедевр, это не везение, это на криты. И при критах до птычки. Это будет легендарный забег за волка, ребята. Это будет мега-крутой забег за волка. Это лего, которую мы заслужили, которую я реально не ожидал найти, но я бы ее... Я ей доволен, безумно доволен. Так, хорошо, мне нужен шедевр теперь, любой ценой. Шедевр и невезение. Перезрядка 25 секунд, после случая на 7 критических ударов, в течение 7 секунд все атаки критуют. Это не особо полезная штука для меня будет. Мне 4 сета не нужно, а вот 2 сета полезных весьма. Так, окей, но здесь я ничего такого для себя не вижу. Эту штучку можно себе купить, пока она там дешевая, в принципе, еще. Можно взять себе баф на скорость атаки. Просто он приятный весьма. Ритуальное оружие, может быть, соберется у меня, глядишь. Давайте возьмем это. Скорость атаки, скорость повережения. Давайте тоже это возьмем, кстати говоря. И все, это был... Это весь наш выбор был. Так, и не забываем сокровища взять себе, в надежде на то, что... Будет больше опций для забега, в принципе. Окей, начало очень интересное, прямо очень достойное, прямо охренительное. Еще бы лего лучницы было бы... Это прям... Это было бы слишком зажрато. Это, знаете... Блин, волк и так у нас тут... Подкидывает постоянно какое-то везение. Но не на себя обычно, он на что-нибудь другое. Так-так-так, аккуратненько с ней. Да, специально не переходил в правую сторону, что если бы она меня сейчас откинул, я бы упал на ловушку четко. Я ожидал, что такое произойти сейчас может. Так, у меня костей маловато. 31 кость. Не получится его прокачать до уникальной версии, что весьма себе обидно. Хотелось бы все-таки. Но зато после... С первым боссом разберемся, в принципе. А там уже вкачаем его до уникального более-менее. Будет окей, все. Да, и сейчас у меня лучник, конечно... Ой, как не лучник, а пикнер... Эффективнее себя будет показывать. Наверное, софта так просто. Сейчас прочитаем описание волка. Тоже вспомним, что он там, почему вообще делает и так далее. Отлично. Так, баночки забираем. Хлоу похилялись. Мак, слизь. Блин, а если бы здесь выпал более крутой череп, кстати говоря, нам бы хватило на него костей. Так, это урон рывка повышает. Нам это не особо нужно. Давайте, ну... Хотя можно 3 хп себе взять. 5 костей, все равно толку мало. Давайте 3 хп пускай будет. Как бы... Все-таки эта валюта для меня побольше немножечко, чем 5 косточек всего лишь. Давайте, улучшаем его хотя бы до редкой версии. И вспомним, что он делает вообще-то там. Оборотень увеличит скорость передвижения и дальность рывка на 10%. После победы над врагами увеличит скорость передвижения и дальность рывка на 30% на 3 секунды. То есть он вот прям туда-сюда, туда-сюда он летает только так. Дикий рывок. При смене черепа бросается вперед, на становись неузимым, но с физическим уроном. Ага, он неузимым получает. Хорошо, про это я забыл уже. Охота. Бросается вперед и кусает одного врага, на себя физический урон. Пораженные враги получают на 100% больше урон в течение 3 секунд. Вот почему я, собственно, беру себе охоту в начале. Так, 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 так. Сейчас, честно говоря, ребят, я уже хочу, чтобы мне реально балрог не попался. И самурай тоже, потому что у меня реально есть очень хороший задел для оборотня. У меня есть реально интересное начало в виде тернового венца, который ему прям хорошо подходит. Накриты. Найти бы броню вора, кстати, было бы очень круто еще. Девочки, филерша, мне не нужна сейчас. Навсободить ее можно, чтобы больше не попадалось. С другой стороны, не знаю, вдруг пригодится еще. Хотя, может мне и так нормально все будет с забегом. Терновый венец, как он там работает вообще? При критическом ударе носят дополнительный физический урон. Перезарядка 1 секунда. Если в течение 5 секунд после нанесения дополнительного физического урона носят еще и критический удар, то дополнительный физический урон увеличит на 10%. Самарное увеличение не превышает 80%. Ни хрена не понимаю. Короче, какие-то порки от критов. Вот как-то так. Я даже не знаю. Ладно, давайте я ее освобожу все-таки. Хрен с ним. Она дала причем хорошую хавку даже. На 50% хилки. Надеюсь, что мне хилка от нее не понадобится. Опять же, если даже понадобилось бы, то не факт, что она у меня пришла тогда, когда нужно именно. Поэтому, пускай будет так. Может вместо нее кто-нибудь другой появится. Не знаю, мало ли. Аккуратненько. Наносим. Так, как в воздухе держимся. У меня, в принципе, удобный навык, если говоря, попался на пикинере тоже. Какое-то время можно его тоже поюзать дополнительно к себе. Можно на черепах скорости, в принципе, находиться, чтобы если выпадет кость быстроты, то у меня было два черепа скорости. И в целом это дешевый череп, поэтому мы можем с ним дальше бегать. Свапы мне не сильно нужны, насколько я помню, этому черепу. О, как-то неудобно. У меня уже какая-то... А, ну да, скорость таки, я же себя повысил уже как раз так. Я думаю, что-то какая-то приятная, в принципе, уже. Но иногда хочется, чтобы было чем-то по толпе погасить. Мы, соответственно, ребят, после прокачки, я буду очень сильно надеяться, что мне выпадет звериный прыжок. Это идеальный второй его навык. У него есть хищничество, которое на магию, у него есть, по-моему, магические атаки, некоторые какие-то или дополнительные эффекты от навыков потом появляются у каких-то, по крайней мере. Что-то такое, отдаленно припоминаю. Так, есть 10 хп, есть зыбкая эссенция. Я не знаю, что есть еще. Могли бы подождать пока что не рероли здесь. Мы тем более, что в каждый магазин заходим. У нас дополнительно пополагирует здесь предмет, но все равно его можем видеть как бы, да? Головокрушение. Так, ритуальный оружие, стремительность, кстати говоря, неплохая штучка. Каждые 40 секунд персонаж размахит скоростным мечом. Чем выше скоростной, чем чаще происходит размах. Ага, то есть у нас не 14 секунд будет, а чаще, да? Два сета приятных. Слушайте, я возьму себе это временно. Как временный вариант, в принципе, нормально будет. 10 хп себе покупаем, делаем один рерол и... Опа, меч есть. Золотой нож, точнее. Это хорошо. Давайте я его возьму тоже. Это третье сокровище. Может быть, у нас соберет все сокровища до конца. Было бы круто, конечно. Плюс он сам по себе весьма себе полезный. И все, погнали дальше. Так, мне надо еще 10 костей. Что-то как-то я не по косточкам иду или совсем мало дропается. Я даже не знаю. Так, кто у нас там? Ага, пушка. Пушка вместе с катастрофой. Охота, по-моему, на следующем левеле, она при убийстве цели, она сбрасывается, если не ошибаюсь. Будет получше на комнатах. Но все равно на толпу врагов гасить не будет. Он именно хорошо бьет одиночную жирную цель. Ну, так идеальнее всего. Ну, и в целом, у него скорость так и если разгоняется, то, как бы, любой череп может сделать крутым. Но волка я считаю вполне себе таким средним черепом. Не считая усилим совершенно. У него неплохой потенциал. Но он в целом много уступает в плане, вот, дамага все-таки многим другим черепам, если в средних забегах смотреть. Так, здесь джин. Но этот череп, его используют в спидранах. И на самом деле, здесь вот, как по мне, многие игроки немного неправильно понимают, в чем заключается, как бы, спидран в таких играх, как рогалики, да? Как в скал и так далее, где присутствует рандом. Потому что спидран, итоговый результат, это совокупность охренительного скилла и умение играть, соответственно, правильных там действий, все такое, и рандома. То есть это идеальный забег, идеальные условия, скажем так. Вот многие про них как-то, как будто бы забывают. Потому что многие слишком переоценивают волка насчет того, что, мол, вот он может вынести босса за 5 секунд. Во-первых, чаще всего спидраны происходят без зеркал в принципе, хотя на река есть категория и в зеркалах, на 10-м зеркале на максимальной сложности, все дела. Но волк берется по другим причинам, потому что он в идеальных условиях, он может вырыть реально большой дамаг. Он доступен, ты его вначале берешь себе. У него есть навык охоты, который повышает урон именно по одиночной цели очень сильно. Так, а мне она не нужна, очень жалко, что она сейчас попалась, а у меня череп, блин, не вкачанный. Хотя у меня денег не хватило бы на нее много потратить. Очень опасно будет реролить, если мне не поведет сейчас... Не попадется звериный прыжок, найти и звериный прыжок, и охота будет тяжело. Вот в общем-то волк, он во-первых доступный, во-вторых, он может разогнать большой урон при большом везении... Да не пусти меня сундук взять. При большом везении и вынести одиночную цель очень быстро, он все равно будет раза в три слабее на пике, чем узник, например. Но узник любого черепа в три с лишним раза сильнее, как правило. Ай-ай. Блин, пипец, волчьи удачи, да? А, здесь еще надо так даже. Нет, серьезно. Давайте на пикнера лучше. Очень противная комнатка, конечно. Так. Окей. Все, дошли, хорошо. Так, здесь меня пустят, да, пустят, неспокойно. А волчьи удачи, я могу сказать, мне, боец, к счастью, мне не нужен как раз-таки. У нас за него был забег. Поэтому волк, не сегодня. Волк, не сегодня. Но спасибо за огромную пачку костей. Волчьи удачи работает даже в забеге за волка. Он мне уже дал крутой предмет очень. Даже так-то барочку. Золотой нож тоже очень хороший, нах, сам по себе. Типа не какой-то имба, да, но... Так или иначе, на физу мне очень в тему. И плюс еще и вот на лего держи, да. Кот. И почему еще волка берут? Третий фактор. Он быстро проходит комнату. Он охранительно быстро может их проскакивать за счет большой скорости бега, за счет прыжков и так далее. Но из-за того, что вы юзаете в спидранах, некоторые возносите вот то, что это прямо сам по себе череп какая-то имба. Здесь немножечко иначе все-таки это работает. Вот это меня вот дико триггерило, когда вырывают из контекста и говорят, что типа вот, все, волк сам имбов, потому что им спидранят, потому что он может вынести героя очень быстро, а другие черепа так не могут. Но надо понимать, что у тебя один такой забег, скажем так, как ты видишь в идеальном спидране рекордном, да, это будет там один из сотен буквально. Еще пачка забегов будут просто не такими успешными, но хорошими тоже, да, а пачки будут просто изначально не какущими по дропу в целом. Поэтому, как и спидран, это очень много факторов вместе взятых. В том числе, когда я в контексте вот такого вот рогарика с рандомом, то это и везение. А если говорить о стабильных забегах, то волк в среднем все-таки я считаю его далеко не самым сильным, а поначалу он весьма себе слабенький. Ну а почему его берут, я, собственно, объяснил. Это вот как меня с обезьянкой меня триггерило, когда мне говорили, что это череп воншотит боссов, хотя там, блин, в случае один из ста, например, условно говоря, когда у тебя есть сильный забег, и все факторы вместе сложились идеально, еще и по рандому у тебя число урона в большую сторону упало просто, потому что там есть разброс определенный и все такое. Поэтому у меня вот с волка вот такой момент, у меня триггерило аналогично. Аккуратненько. Так, и теперь еще шипы, да, да, знаем про это. Каждый раз, когда начинал серию за волка, я хотел сказать эту речь, каждый раз так падал, потому что забег все молча. А вдруг все же будет не волк, и он реально был не волком, ни хрена. Но тут уже точно это 100% волк, это видно прямо сразу. А, брюшки, я надеюсь, тоже. Сегодня я прямо и настроен, у нас не особо осталось, что может быть вместо волка, тем более сейчас, даже если выпадет самурай, я его менять уже не хочу. Мне очень уж нравится то, что у меня есть сейчас. Хотя самурай так-то тоже через шедевр хорошо может. И болдрог тоже через шедевр может играть через криты. Но, блин, пожалуйста, волк, ничего не дропнем мы больше. Все, уже бойца-то мне дал? Хватит. Только давай леги черепа давай, остальное не надо. Лишнее, по крайней мере. Есть квинтэссенция суккуба, есть орк, есть броневора. Ох ты, блин, вот это да. И да, ребят, у нас спидрана, хорк, шикарная штука тоже, потому что это просто, опять же, мега дамаг. Но мне это будет too much. Есть древняя курильница, которая очень хороша, которой мне не хватало в прошлый раз, хотя на самом деле мне не хватало ее только в начале забега, в середине забега. А под конец меня бы не нашел под нее слоты. Хотя перезарядка от нее очень хорошая. Не, мог нам найти один снот, но дополнительно ее вместо с чем-то еще брать на перезарядку было бы тяжело. То есть фул предметы на перезарядку, в какой-то сенс, мне не были не нужны. Но я броню себе броневора, беру себя. Невезение и насечка. Насечка не нужна, невезение зашибись. И броневора это сюрикены, которые будут мне с толпами врагов очень сильно помогать. Они вот этим очень хороши. Так, что мы здесь себе берем? Получение обломков кости повышается на 30%, получение золота снижается. Не хочу. Урона всем врагам при обзывающем навыкам увеличивается. Левый и правый элемент управления меняются местами. Не хочу. Так, мне нужны бафы на автоатаке. Мне нужны бафы на... При использовании критов. Скорость атаки и скорость передвижения повышается. Максимум будет 90%... А, стоп. 90% скорость атаки, неплохо. Окей, мне это нравится. Я хочу это взять, но я еще хочу знать, что взять, ребят. Я возьму себе последний сопротивление, потому что я до сих пор не уверен в этом забеге. Сейчас вот, в силе забега. Потому что лияны будут очень трудным этапом для волка, особенно. Даже если я удаляю и докачаю, могут быть проблемы. А здоровья у меня пока что очень мало. И 150 хп это несколько тычек на них. Буквально там все 7 ударов я готов. У 142 хп в данном случае. Так, альфа-оборотень. Что у него добавляется еще? После победы на врага увеличить скорость передвижения дальнейших контрактов. Так и было. Увлечит шанс критического удара пропорционально пройденной дистанции, но не более чем на 30%. Это надо понимать, что работает у нас шкала снизу. Вот она заполняет. Чем больше мы проходим расстояние, чем больше перемещаемся точнее. Я могу и рывками, например, приходить, она будет быстрее. То есть, вот так вот. У нас наснакивается шанс крита. Да, у нас еще 40% шанс крита. Я сделал еще парочку рывков. У меня вот 45% уже. Еще сделал. Оно, походу, по 5% добавляет, да, только? А, нет. Плюс 2%. И так далее. И эта шкала, она постепенно вот так вот пропадает. То есть, я должен постоянно двигаться, атаковать в процессе. Еще если я двигаюсь и иду, я потихонечку ее расходую. То есть, не всем понятно. Значит, пропорционная пройденная дистанция. Здесь не говорится на время. Говорится как будто бы так, что чем больше ты прошел, тем больше у тебя... Как будто следующие 3 крит-пичкаю. На самом деле, нет. Диггер и Вок. У нас тоже бросается вперед на землю. По пути создает режущие порывы ветра, нося магический урон. У меня выпало потрошение, кстати. Это мега отстой. Не, оно абсолютно не нужно. Ну, не то, что мега отстой. Мне и хищничество не особо было нужно. Охота у нас теперь. При гибели врага навык перезарядка сбрасывается. Потрошение двумя лапами носит, рвет врагов, нося магический урон. Магический урон, которому максимально не в тему. Можно было бы это использовать, если бы мне выпала надпись греха. Соответственно, надписи с грехом на следующей локации, если бы попался бы. Но на это я не особо не рассчитываю. Я бы хотел все-таки звериный прыжок в идеале. Он очень хорош в том плане, что он позволяет себе и хорошо доджить. И еще и дополнительно к этому настакивает криты. Тоже очень быстро. С пидрана, соответственно, его берут, возможно, даже первым навыком. Я не знаю, честно говоря. Не смотрел, не помню точно. Не смотрел полноценно. А то, что видел, увидел очень давно. Может быть, его берут первым навыком. Не знаю точно, вместо охоты. Потому что охоту ты можешь найти быстро. А звериный прыжок позволит себе самой первой комнаты проходить тоже быстрее. Но мне он, к сожалению, не попался. С пидрана, соответственно, если тебе не попался, не попалась охота, например, да? Может быть, рестарт, если тебе не попалось два нужных навыка после прокачки черепа, например. Условно говоря. И так далее. Если у него были хорошие какие-то предметы и тому подобное. Потому что спидрана, это не нужно по спидрану судить о силе черепа. По спидрану можно судить только о потенциале в конкретных условиях. Вот и все. Но в плане потенциала, в плане выноса босса, при идеальных условиях, у тебя очень многие черепа аннигилировать будут просто в щепке. Может, я пытаюсь сказать. Так, как мне... Ух ты, жесть! Как тут неудобно-то. Этот с приговором еще там и своими молниями бьет. Регулярно так. Так, окей, этого снесли. Где он там? Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Все, снесли наконец-то. Опасненько весьма себе было. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, с шипами поаккуратнее тоже. Так, слева NPC не попалось нам, к сожалению. Вот сейчас бы девочку-то хилер шуту. Понимаю. Понимаю. Так, добить пацанов. Магазинчик, спасибо. Наконец-то. Так, можно костей побольше получить? Гарпия. Забег на гарпию, да. Но на нее забега я не вижу. Если слизень еще вполне себе, то она что, на кровоток что ли? Она как полный ересь работает. Вальшлица меня, обратите внимание, что у нее, кстати, уменьшили силу бафа, но теперь у нее бафы не имеют окна перезарядки. Физическая-магическая атака повышается, полученный урон снижается, либо скорость таки повышается, либо скорость движения повышается. Ну, я еще что-то сейчас постабильнее все-таки. Я ищу шедевр, блин. Вот что я ищу, я скажу так. Так, кусок торта берем себе. Кусок сказки. Понимаю. Магическое оружие поединок. Шедевр отвага. Вот есть шедевр. Правда, не тот, который мне нужен, конечно. Там у него с трех предметов тоже сисет такой себе слабенький немножечко. Но я его возьму все-таки. У меня надежда на то, что я соберу шедевр все же. Так, давайте я здесь ровно пару раз, может быть. Ну, сколько-то. На скала забег. Вот мне бы найти эту штуку на скале, на самом деле, будет очень хорошо. Так, это наша штука поединок на сечку. Лично на этим урон сзади не хочу. Древняя курильница есть. В принципе, неплохой вариант. ХП повысит мне. В порядке квинты полу улучшит, если она у меня будет какая-то. Давайте я это возьму, меня устраивает. Там нам на Легу не стоит рассчитывать сейчас уже. Так, я беру себе Гаргурю, просто потому что она дороже будет. По косточкам. Ролл и... Монотех, могучий удар. Могучий удар нам мог подойти еще, потому что криты усиливают. Могучий удар на фул даже можно было выкачать. Перед трехкратным использованием алков, все базы знаки, но есть криты. Ну, так себе. У меня и так крит шанс будет большой. Прежде чем я поднимаюсь, так вот, на магию. Это тоже на магию. Это нам на физу, но меня это не особо интересует. Отвага у меня на два собрана, кстати говоря, уже. Давай здесь просто вот это купим, хотя, может быть, не стоило. Наверное, не стоило уже. Все же мне сейчас нужны предметы больше скорее. Крутые какие-то деньги на что-то другое искать. Надеюсь, что у меня будет какая-то хорошая квинтэссенция. Опа. И гости. Так, 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 блин. Хочу к нему подходить. Знаю, что он резко может меня ударить очень легко. А у меня после использования навыков еще некоторое время я не могу ничего юзать. А, свап был на перезарядке. Нас хороший урон, но я очень быстро сам могу получать. И вот это как раз-таки на льянах меня и напрягает, что я могу очень быстро сдохнуть просто. Так, давай мне сюда награду, которая мне... Сокровища на 4 можно сделать. Что заменить? Вопрос хороший. Очень хороший вопрос, если говоря. Меч. Отвага исчезнет. Где еще отвага у меня? Отвага вот здесь у меня, да? Физу заберет на меня. Но будет золото много. Я надеюсь на перспективу, но пока что выглядит так, что я практически 100% солью жизнь просто. На льянах. Я не отхиляюсь так мощно. И я на них просто охренею выносить им столько хп. Так, держите. В сюрикену очень добавляют, конечно, урон. Особенно большие. Они, конечно, есть перезарядка, поэтому не смогут слишком часто использовать хищник. Выбыл. У меня так и сманивает, да? Хороший череп тоже. Весьма такой. Международное скрытое свойство волка. Он призывает сильные другие череп. Он меня глушил. Тихо-тихо-тихо. Аккуратненько. Так, ее добиваем. Отлично. Иди сюда. Не-не-не-не. Вот здесь надо быть поаккуратнее тоже действовать. Там можно много на получать очень. Сундучки дропаются. Мне бы из сундука какой-то вот прям жирный дроп. У меня скоро будет еще этот самый уже. Скоро будут приключенцы. Сключенцы. Надеюсь, что справимся более-менее. Семь костей. Так, и мы... О-о-о. А-а-а. Стоп. Эта комната может быть зачистить. Здесь же будет что-то полезное для меня. Здесь будет не особо полезное. Оно реликвию дает. ХП повысит мне максимально. Но мне вместо чего брать непонятно. Потому что вот это я сбрасывать не хочу. Стремительность потеряем. Хотя ритуальное оружие не разберется. Я что-то думал, что разбиралось оно у меня. Не хочу я это брать. Посмотрим, сейчас если я бак исправили или нет, что оно разбиралось с оружием раньше. Если ты даже его не... Еще один самый. 3562 золота у меня. Нет, теперь он не разбирается. Раньше оно разбиралось, даже если оно у тебя было не взято. Была такая фигня, недоработка. Но ее поправили, в общем-то. Так, 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 ассасин. Как он промазать умудрился, пройдя насквозь так, а? Да тыс, хватит! У меня рывок на перезарядке просто. Убери. Ассасин. Какая противная парочка. Я пока перепрыгиваю через танку, а этот уже... Готовится атаковать дальше. Я сейчас здесь сдохну, не то что на льянах. Да реально сдохну. Мне не нравятся у волка дичайшие локи. Они очень ощутимые. Я после каждой атаки не могу нихрена делать. У меня идет такая весьма себе жирная пауза. Так, где ассасин? Он не появился еще? Должен уходиться уж скоро, мне кажется. Так, он появляется! Я вот ждал момента. Ох, каждый раз, когда я юзаю это потрошение, оно настолько бестолковое. Это просто жесть. Он сделал два удара, и меня сейчас убьют нахрен. Я не знаю, волк говно, честно. Он хорошо приманивает другие черепа, но мне он... По геймплею он настолько просто неудобен. Зачастую. Даже при хорошем забеге он показывает, ну, прям слабенькие результаты. А лок на черепе скорости, я не знаю почему, но он очень сильно мешает. Его бафы на скорость передвижения и дальность рывка, они тоже себе контроля не добавляют, скажем так, на комнатах. Заставляют больше получать урона. Это было дико неудобно. Просто отвратительно. Мега банку за то, спасибо, да. Ну, это триндец просто. Я говорю, каждый раз, когда я играю за волка, он каждый раз доставляет огромные проблемы. Он слабее на уникальной версии, чем меч скелета. По ощущениям для меня, вот по комфорту игры. Софта так, серьезно, я за меч скелета, я гораздо комфортнее бегать. Ну, вот я это не сейчас конкретно даже говорю, я говорю, это в принципе. У меня было такое ощущение уже давно. И вот оно лишний раз у меня только закрепляется. Так, я что хочу? Я, наверное, хочу продать... Венсенсу можно взять себе хотя бы какую-то, да? Хотеть, нет, толку очень мало, конечно. Но у меня до сих пор них хрена нет. Я качал до легендарной версии. Я не знаю, слушайте. У меня нет теперь ни одного реса вообще. Это начальный этап забега. Он совершенно не пахнет победой на льянах. У меня дамага 257% изы. Я прям не знаю даже. Вечный оборотень. У него что-то болеет. У него, по-моему, то же самое. Остается в обычном описании, да-да. Дикий рывок. Каждую секунду в течение 5 секунд создает на своем пути дополнительный режущий порыв ветра, насящий магический урон. То есть тоже бесполезная штука практически полностью. Охота повышает урон на 150 протонентов теперь на 3 секунды. Очень большой, кстати, снаряд-множитель. То есть это итоговый урон. Это как бы домножает весь свой урон в 2,5 раза. Вот как-то так. То есть это очень много. Потрошение. Вымя лапами рвет врагов. Если враг погибает, то там взбрасывается. А сам персонаж бросается вперед и создает на своем пути режущий порывы ветра, нася магический урон. Он типа еще один лишний удар будет делать или что? После этого или как? Не знаю, сейчас посмотрим. Давайте я куплю себе, собственно, максимальное хп еще. Я буду доволен, если у нас получится забег дойти более-менее куда-то подальше. Но пока что очень слабенько идем. Так, алтарь битвы ломаем. Я не рассчитываю особо, что у меня получится турельку зарядить до конца. Ее тоже, если ее там бьешь, то она стреляет чаще, кстати. Да, да, мне про это писали, про это вечер забываю. Ну так, в принципе, получше стреляет. Но все равно как-то заряжать ее 300 единиц для того, чтобы получить лего короля гномов, чтобы потом ее просто продать за 15 хп получить, да? Как-то мне не особо охота так заморачиваться, честно. Ну и, соответственно, для меня хорошо, если у меня будут попадаться гибридные сильные предметы. Чтобы у меня наш навык тоже качался. Потому что не факт, что я вообще смогу поменять. Поменять этот навык. Не факт, что найду нужное. Что найду себе прыжок вместе с охотой. Потому что брать чисто прыжок я не хочу. Я хочу с охотой все-таки именно. Это да, вот сейчас красиво. Надо понимать, что это лего черепа с хорошими предметами на раннем этапе. Обычно на этом этапе у тебя уникальные черепа только. Чаще всего тут просто он мне надропал черепов хороших кучу. Тут это красиво, да. Но черт меня возьми, как он мне был дискомфортен сейчас на вот этих приключенцах. Это просто, просто нереально писать словами. Может быть стоило идти за предметом сейчас, потому что мне нужно как-то с льянами разобраться. Мне кости сейчас не нужны для прокачки черепа. На них можно было бы попозже пойти. Так, как я увидел. Не будь у меня, надо понимать, что не будь у меня сейчас сюрикенов, я бы с этой толпой охренел разбираться. Так, 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 так. Не то, что охренел, но было бы далеко не так удобно. Потому что сюрикен, который большой, он проходит насквозь. Магическое оружие, стремительность. Так, мне не надо. Ну, от охоты толку вот в толпе, конечно, не практически нет. Ты толку должен просто автоатаками лупить, там, прыжками и так далее. Вот прыжки хорошо с толпами разбираются, их в целом очень помогают. Лунное колечко есть, найти бы меч еще. Но на меч я сейчас не слишком сильно рассчитываю. Так, это я не хочу тоже, наверное. Ледяной череп можно взять себе как временный, кстати, вполне. И он еще дороже сам по себе. Насчет лунного кольца я не знаю. Но если я его возьму, то вместо чего, типа? Он у меня мертвым грузом будет лежать. Был бы здесь меч сначала, а потом лунное кольцо. Тогда бы я подумал, да. А лунное кольцо сейчас брать? Да я не вижу его просто. Если сейчас меч попадется, я буду ненавидеть волка. У меня была мысль купить кольцо и оставить его на полу лежать, типа. А потом его не брать, если что. Но это получается, что тратят денег в надежде, что прямо сейчас в этом магазине найду меч. Но это волк, он нашел меч! Он нашел меч! Какого хрена? Я могу взять вместо ритуального оружия где-нибудь. У меня ритуальное оружие, типа... Ну, в любом случае, разберется та стремительность. Ну, ладно, допустим, стремительность разберется, если... Топор палача. Ритуальное оружие, 50% физы. Много. Прям много, реально. Хочется шедевр собрать, но я не вижу, как я его собираю. Ну, типа, не представляю, как его собрать мне сейчас. Если у нас будет еще вылетать оружие, будет приятно весьма. Можно, в принципе, сокровище разобрать. Забить на него в итоге. Все же, наверное, надо забивать на него, потому что я... Стоп, не продаем пока, что он сейчас попасться может ведь в таком случае. Так, припал знаки в воздухе, эффект. Это нам тоже особо не надо. Еще один ролл. 10 хп-шечку берем. Так, вот это, по-моему, шедевр. Да, да, да. Он скорее придет к навыкам. Если ты получаешь удар, то он перестает работать. 7 спорта, он физы даст еще. Сверху. Можно взять вместо бамбукового меча. Скорость таки замедлится. Либо вместо вот этого. Слушайте, мне вот это не особо нужно. На эти места кнута лучше, да. И все, остальное разбираем тогда. Так, это тоже разбираем. Так, погоди-ка, не перепутать, что-то местами. Разбираем сокровище. У меня получается сейчас на 2. Шедевр на 3. Кстати говоря, а шедевр, по-моему, здесь нельзя выбрать. Да, да, шедевр, что-то еще нельзя было. Да, да, точно. Можно реликвию взять, можно отвагу взять. Множитель физы пригодился бы на самом деле. Наверное, я отвагу хочу, сам как его. С ней она мне точно пригодится, а вот хп-сет у меня может не остаться со мной, в принципе, даже кусочком. Так, идем. Кстати говоря, что если будет, если я скидываю сет, он у меня отсюда разбирается или нет? Если я вообще свою единственную детальку выкидываю. Потому что мы можем выбрать здесь только тот сет, который у нас есть в наличии уже. Если у нас его нет, мы не можем его выбрать. А если мы скидываем кусок, он у нас остается там или нет? Я вот этого не помню. Не обращал внимания, точнее, когда на это. Сейчас моя задача прийти к Лиянам с фулл кп, и тогда, в принципе, у нас, мне кажется, нормально все может быть с ними. Более-менее. Стараемся найти еще кольцо заново. Мне кажется, что, ну, есть вполне себе шанс его найти. Учитывая, что это волк, он мне заспавнит еще раз за кольцо, я думаю, это. Сжалится надо мной. Это было смачно. Но он меня лишний раз вот вперед сейчас потолкнул после убийства врага. Мне это не понравилось, если честно. Кстати, как-то из этого потрошения. Волк совершенно не в тему выглядит его магия. Мне нравится идея гибридных черепов, да, местами. Но все-таки по удобству сборки они сильно уступают до сих пор. Хоть и появилась пачка предметов относительно такая, да, которая... Можно обезьянку взять себе, потому что она дешевле, но морозный череп, он будет меня спасать иногда. Так, я останусь с ним все же. Может на Лиянах меня спасти. Тихо. Так, инвесенцию. Ну, давайте постреляем с нее, что ли. Ага, пострелял, как же. Не-не-не, ребят, я туда не буду. Если я сделал сейчас два нырок, я не достану, я знаю. Я в такие ситуации уже попадал, по-моему, или что-то подобное. Так, отлично. Вот на комнате сейчас приятно, да. Сейчас, конечно, мы тут прям разрываем. Так, хотел сныкаться от меня, да? Но то, что волк далеко не лучший череп, прям вот очень средненький, я по-прежнему так и считаю. Что значит, что сейчас у меня был бы в руках, например, байкер, даже, даже уникальный, не легендарный. Я бы разрывал нереально мощный тоже. Был бы практически какой угодно любой другой череп скорость, у нас было бы все не хуже совершенно. Вот как-то так. Не стоит обращать внимание, что сейчас у нас все хорошо в комнатах. Так, дошли до Ли Ян. Ну, давайте зайдем в бой с этого. Видите, 60 стаков, это что у меня такое? Ображается внизу. Я даже не знаю. Что 60 стаков там? Какая-то картиночка знакомая, вроде бы, но не уверен. Ладно, поехали. Если мы сейчас протянем, то в принципе можно у нас все выровняется. Ну, в целом у нас сейчас шансы вполне себе есть, а проблема только в том, что у меня на срезы веса закончились так быстро. Так, 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 так. Плохо. Совершенно вначале не обязательно было получать по лицу так. Надо этот навык вообще не юз. Просто я по инерции, по привычке с другими черепами я юзаю в доп-навык, но он мне здесь чисто-чисто во вред идет. А мне даже не дает времени поатаковать под своей охотой. Не успел, еще и двойнуточку получил, охренеть неприятно. Так, сейчас будет делать. Я думал, милиш, на таку сделает. Нет. Я снес, в принципе, достаточно в количестве, как бы, более-менее. Так, это другая. Ставим турельку. Близко было. Пожалуйста, это нужно, я хорошо. Все, мне кажется, что у меня сейчас вот рывок будет где-то на кулдауне. Постоянно я их как использую регулярно. Да, и то, что она далеко от рывки делала, то, что череп скорости... У меня все равно рывок у рывка кулдауна достаточно большой. Так не то, что меня это как-то сильно спасает. Два норовок бывает даже... По инерции ты его юзаешь просто, да, чтобы вот наверняка уклониться. А в итоге это становится для себя очень большой проблемой. Так, так, так. Волк большой! Ну пипец просто. И эта штука попала. Меня она снесет сейчас с таким успехом. У меня просто толком нет возможности ее атаковать. Я чувствовал, что с ней могут быть такие проблемы. Так, а вот это очень-очень нехорошо. Нет, нормально, окей, повезло. Вот я снова, я заюзал охоту, она не дает мне времени для атаковать. Но это очень непосредящий для меня босс, конечно. Так, в лед, нахрен. Окей, ушли. Вовремя там под самый конец буквально откэдэшился он, по-моему. Так, ее уже пробиваем нормально. Более-менее осталось немного хп. Успел. За счет того, что большая скорость бега, я успел убежать далеко направо, чтобы успел, когда что-то рывок мой. Так вот сейчас ее бьем, отлично, фух. Ритуально оружие сейчас на 783, между прочим, ударило. Не зря я его добирал себе сед до 4, между прочим. Но это было, правда, под охотой, да. Без охоты там было бы, типа, 250-300. Или около того. Фу, справились, но... Заставило немного напрячься в моменте. О-о-о-о-о-о, горшок. Есть еще также рука славы, но он дает поединок реликвия. Блин, вот 120% пизы, но горшок даст больше. Как бы не то и другое бы забрать, конечно. Но горшок это прям мега маска. Он тоже ликвидаются, если говоря. Окей, вместо чего мы его берем, вопрос. Хороший вопрос. Вместо мамукового меча? Ритуально оружие разбирать. Но я отвагу хочу собрать. О, как его шедевр, хочу собрать до конца. Хотя бы вот один предмет себе улучшить на шедевр. Но это надо еще два шедевра найти. Обычный шедевр находится достаточно легко. Но сейчас что-то как-то я его не слишком охотно встречаю. Три раза сможем себе сейчас хп повысить еще дополнительно. 121, у меня стака внизу. А-а-а, это эссенция короля гномов в стаке. Ее отображаются, точно. Ваша максимальная ОЗ, максимальная ОЗ всех врагов снижается на 30%. Не хочу. Видите, при восстановлении восполняется больше максимальной ОЗ он дает в щит. Но в основе его защитить снижается. Это только если у тебя есть слишком много восстановления лишнего. Если у тебя его много есть, у тебя и так будет фу хп. Мне нет, не-не-не. Если у тебя не хватает восстановления, у меня его не хватает, то оно вообще не будет уходить. Еще раз по сейссопротиве взять можно, конечно. Но я бы, честно говоря, хотел себе бафнуть вот эти две штуки. Все же, да, давайте пускай будет это. Надеюсь, что без резалки мы справимся. 114 хп. Неуверенная ситуация, но мы вот хп себе добираемся сейчас еще. Весьмошу, смотри, потерялись целиком. Окей, поехали. Весьма опасный этаж и далеко не лучший сетап этого черепа. Ааа! Вот опять дычка такая, которая любой другой черепа он бы не отхватил на этом месте. Какая комната? Кстати говоря, зато выпала эта самая. Так, нет-нет-нет, надо любой ценой убить ее. Окей, снесли. Так, отходим снова. Вот смотрите, одиночную цель, я говорю, вот сейчас мы уже разносим неплохо. А толпу мы выносим за счет того, что у меня есть вот ящий для них предмет. В основном. У меня, конечно, не атаки сейчас там бьют тоже там по толпе, как бы, да, прошивать любом цели. В любом случае, насквозь. Вот сейчас уже стало получше. На моменте, когда мы сдохли, волк реально как говно себе показывал. То есть вот такой вот череп, он может быть крутым в очень приобретенных условиях, но сам по себе я его сильным не считаю. Но, конечно, его мега удача это жесть. У меня есть деньги на то, чтобы приролить. Я надеюсь, пожалуйста, дай... Отпусти! Пипец, конечно, духов этих я не ожидал совершенно. Я очень надеюсь на звериный прыжок вместе с охотой, пожалуйста. Звериный прыжок и потрошение. Прыжок, он что делает сейчас? Прыгать вперед, знаете, с неуязвимым, да, ранит врагов, с которыми сталкивается, но на рану, на кровоток не стоит делать забег за волк. Он не сильно к этому располагает, все же. При каждом столкновении с одним врагом скорость таки и шанс крита повышается на 3% в течение 6 секунд, но не больше на 30%. И тоже-таки 3 прыжка, это и много неуязвимости дает, и много можно и толпы погасить. Но найди, пожалуйста, охоту вместе со звериным прыжком. Так, это опять не оно, это потрошение опять охота. Ну, потрошение, не то, что нужно. Охота, хищничество. Ну вот и да. Потрошение, звериный прыжок. Охота, хищничество. И вот рероль дальше нахрен, да? А если я сейчас, у меня такой вопрос, ребят, если я перезайду, у меня сбросится вот эта вот комната и раздача здесь, потому что я хочу именно, вот знаете, я не люблю такие жульничества и считаю, что это чисто жульничество и все такое. Но я хочу сделать забег за вот это вот, и у меня оно просто, я буду неудовлетворен, и серия получится не такой красочный, не такой не настолько интересный, если не получится найти два нужных наука. Это просто рандом, блин, нахрен. Да, ребят, я вот перезашел в игру, у меня, соответственно, откатилась комната обратно. Вопрос в том, что засидирована ли выдача, как, как, как она, не знаю даже. Я сейчас очень надхватываю в этой комнате, делаю кучу просто урона, хп потеряю, просто жесть, они меня уничтожат. Он еще и призвать успел, елы-палы. Это очень нехорошо. Так, окей, с этим будем сейчас отдельно разбираться, походу. А, и там ракеты сейчас лететь же будут еще, да-да-да. Не знаешь, что надо с ракетами разобраться сначала. Окей, снесли одного. Теперь с этим и... Ракета исчезла. Засранец сверху мне мешает, еще сильно так. Все, теперь гасим этого. Ох ты, черт, я побери. Это просто, конечно, ужас. Но у меня просто, ребят, у меня нет цели пройти игру любой ценой. Но, блин... Если я не найду два нужных навыка, это будет гораздо не так интересно, что ли. Я считаю, что волку нужно переработкой некоторое, да, потому что хищничество, оно абсолютно бесполезное... Бесполезная штука вот эта вот. Пожалуйста, роль не мне. Звериный прыжок охота. Ага, то есть оно все-таки, да, оно сбрасывается, каждый раз он у тебя рандомно идет. Опять же, ребят, не юзайте это для того, чтобы пройти игру, если у вас такая цель чисто идет, да, если вы проходите. Но если вы хотите что-то конкретное поюзать, потестировать и так далее, попробовать то, что у вас не было до этого и так далее, то вот это вот более-менее, в таком случае, это как раз-таки, я более-менее это еще коррелирует, скажем так. Теперь у меня есть нужные навыки. Я это просто так объясняю, что потом не нужно было мне это пояснять все в комментариях. Хотя, зрители меня, наоборот, поддерживают, что, типа, мол, если нужно такое, то как раз пьюзи, чтобы это было, чтобы серия получилась. Изобег красочнее интереснее, все дела. У меня всего такое чувство невдовлетворения, как-то расстается после таких вот действий. Но иногда это прямо... Так, нет-нет-нет, снести успел, окей. И что с ним делать? Я не могу к нему подобраться, адекватно. Так, хорошо, этого снесли, наконец. Не знаю, что у меня теперь прыжки. Да-да-да-да. Человек не привыкнуть сейчас, пока что не могу еще. Разобрались. Так, она сюрикена моей будет отбрасывать. Да-да-да, это само собой. Там, когда прокается у меня терновый венец, такая тычка весьма себе смачно происходит. Так, и впереди будут сейчас скоро приключенцы уже. Через, через одну комнату. Так, понятно. Может, за предметом сходим? Так, за предметом сходим. Ни одного знамения к серии я сегодня еще не видел, между прочим. О-о-о! Жесть. Как он? Он снизу находился, кого хрен он меня укусил все равно. Нет, я не вынес его, да? Ой, жесть. Окей, тут упал хотя бы. Надо этого добить. Один готов. Не достал. Кто взорвался, окей. Так, ну не забывай, что снизу еще будет мадама у нас. Так, этого снесли тоже. 125 хпшечки. Горшку жадности нужна еще одна легендарка, к слову. Для того, чтобы он раскрылся. Да и в принципе нужно лего, чтобы он давал бонус побольше. Сейчас он там по 30% дает, да ведь? За каждое. Да-да-да. Так, 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 отходим подальше. Пф, зараза ушла. Как она достала через стенку? Она же в стенку должна была упереться. Снова она задоджила мою атаку, я понимаю, да? Все, снесли. 104 хп, впереди приключенцы, я так понимаю. Ситуация не из лучших. Бык, погоня, сокровища. Не надо. А нет, все еще не приключенцы. Молот, судный день. Ну, я могу его взять для того, чтобы лего себе еще одну просто получить. Посмотреть, что здесь будет. Есть кукла Вуду, можно рейсл, как рейс ее использует. 40 хп, типа она мне разово даст, считайте. Ну, не то, чтобы это прям много. Судный день, вместо чего можно его взять. Можно забить на все это шедевр, потому что он мне сейчас тянет вниз, конкретно так тянет вниз. Вот эта штука мне не нужна вообще. Хотя, стоп, шедевр у меня на 3, он 7 спортивных язык дает, он не тянет меня вниз в итоге. Сейчас, пока что. Ну, вместо чего, если брать это? Ну, судный день, ну, ладно, не надо мне его, наверное, все-таки. Хотя он может добавить тебе хорошего урона. Скажет, перед от всех навыков еще на 5 секунд вызывает взрыв. Ну, мне вот там прям, я помню, один человек обращал внимание, сколько раз он мне там срабатывал в никуда. И там было больше половины случаев. На герое, например, он у меня просто проколся в неуяземость героя. Насколько я помню, что-то такое было там. Ну, давайте сюда смотрим. На, череп пока что. Так, 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 тут наверх, надо сначала. Так, вот этих снести. Окей, хотя бы их снесли, но, блин, по здоровью прямо больно. Когда ты не видишь врагов еще, которые снизу идут, они тебя кусают, кидаются этими банками. Каждый второй моб мне доставляет проблемы на этом черепе. Я не знаю, почему в этом забеге. Серьезно. У меня 69 хп. Жесть. И вот теперь уже приключенцы. А, нет, стоп, это магазин. Я что-то думал, что много. Что-то такое ощущение, что этаж какой-то огромный прям. Мне все казалось, что я магазин не посещал еще. Но у меня тут хреновая еда. Но, правда, все равно спасибо за еду. Так. Еще по предметам. Рол. Десять костей, это не то кольцо. О, толовой взрыв в 90% визы дает. Просто и хорошо. Еще урод по врагам, у которых не 60% повышается. Вместо деревянной статуэтки или вместо этой штучки? Отвага у меня на 2, да, сейчас. Да, отвага на 2 защитнее, как раз таки. А, давайте вместо этого я возьму. Вот это можно себе взять, реликвия дает еще. 45% визы взять себе, да, и древнюю курильницу выкинуть, например. ХП себя понизится и в итоге. Но 145% визы добавится. Мне кажется, имеет смысл. Здесь есть перчатка-берсерка на шедевр. Могли бы сделать 4 шедевра, но, блин, 5 еще найти бы надо. А если я ее уберу, это 2 слота на шедевр еще потратить сейчас будет. Не смогу я это сделать. Солнечный меч, я все еще надеюсь на лего найти. Не буду я брать это. Блин, и мы нашли шедевр. Мы могли себе собрать фулл свет шедевра. И улучшить себе наш терновый венец. Кто же знал, что оно попадется, блин? Я не знал. Можно взять себе это вместо вот этого навыка, но вместо время будет... Время или? Время мудреца, да, но, по-моему, шил на мыло будет меняться. Все так сделаю. Так, я возьму себе 10 хп хилкой. Вот нужно просто хоть что. Я еще сделал один ролл, потому что мне сейчас надо побеждать. И еще один шедевр. Ну, елы-палы. Насыпали. И здесь 2 шедевра даже. Блин, я могу разобрать пачку своих предметов, возможно. У меня сейчас 2 шедевра, да? Да, у меня 2 шедевра. Здесь 3 лежит, еще 2 купить. Но это надо разбирать прям половину эквипа своего, чтобы мы собрали шедевр фулл. Мне, конечно, оно того не стоит. Я не помню, как венец улучшается, но явно не настолько мощно. Остальные предметы шедевра мне не понадобятся особо. Хотя вот эта перчатка берсерка так-то полезная. Скорость таки пропорционально повысит сейчас нашу хп. Но у меня физы не будет вообще. Да и разбирать надо прям очень много. Не сейчас-то, например, хватает. На него по 1520 стоят. Если курильницу я разбираю, например, да? Это же сколько нам надо разбирать тогда? Перчатку не хочу. Это нельзя. Это разбирать. Это разбирать. Это и это, скорее всего. То есть, прям пол арсенала. Взамен, что мы получим. Виртуальное оружие у нас разберется полностью. Здесь 90% визы на два этих предмета улетит. Здесь 45% не стоит, но у того. Не, слишком большой риск. Не буду я это делать все же. Можно Келеван себе взять. Когда мечты вам понравятся врага, терапортируйте в это место. Бьете в мечом с размахом на себя физически урон на 10 секунд повышать скорость стаки. Давайте попробуем. Может быть, я с ней очень редко бегаю. Плохо помню, как она выглядит вообще. Окей, посмотрим. Может, будет удобно. Так, вот, да. Так, тут он писем мог попасть, но не попался в этом месте. Регулярно он здесь встречается, но не в этот раз, не по всему. Аккуратно здесь немного вот этих вот. А-а-а! Мечки Леван, он еще сам бьет вот такой штучкой, появляется такая точно. Что-то такое, припоминаю. Блювов, целая куча. Мотоцкилист за окном ездит. Окей. Я вот не помню, я говорил это в этой записи, или той, которая у меня была неудачной, и не войдет, соответственно. Мне предлагали в комментариях, и у меня в основном была такая мысль, на шампу канала закинуть не просто байкера, не просто молка, не просто волка, а волка на байке. Но я не особо представляю, как это можно красиво сделать в фотошопе, чтобы вот прям органично смотрелось. Либо это то есть делать прям волка на байке, либо же байкера, но у которого из-под шлема как бы волк торчит. Ну, вылазит, получается. Этих надо сносить быстро. Все окей, сейчас поспокойнее не будет дышать хотя бы. Так, иди сюда. Диана. Пришла. Ну, выноси же ее. Есть, хорош. Отлично, добили. Так, ну вот теперь уже точно скоро приключенцы будут. А хп у меня все еще очень мало. Да, вот сейчас уже все. Хилка одна выпала. На этом спасибо. Золотишко. 103 хп, шансы есть. Если мы быстро кого-то снесем, я уже вижу, там один есть воин. У меня колесо поехало, кстати. Лучница, магичка. За участием надо следить в первую очередь. Ай-яй-яй. Если я буду отхватывать так, случайно какие-то пички, будет очень хорошо. Так, магичка юзает силу кучу ударов. Нет. Одну снесли, хорошо. Так, наверное, магичку надо последней выносить, она будет долгая для меня. Рядом с ней желательно не держаться тоже. Приключенцы вынесли. Так, другую атаку заюзла. Отходим теперь. Ультует. Но мы не дадим ее ультануть, мы ее добьем. Все, хорошо. Окей, справились. С химерой должно быть у нас более-менее, мне кажется. Так, баночек побольше бы. Банок минимум практически выпал. Чаша на кровоточище. У меня кровоток есть, но это каждый третий кровоток. Это типа... Очень много прыжков надо. Это типа 6 прыжков, один раз чаша пробнется. От меня толку этого не будет практически. Я продаю просто пачку костей. Мы алтари будем качать. Давай раз, два, три. Почти до полуа накачаем, возможно. Сколько у меня тут есть? По-моему, 9, не уверен точно. Так, на глаз сходу сложно сказать, бывает. Причем, когда со стороны смотришь, я на глаз сразу определяю, сколько чего. Когда я играю сам, а как бы ты, не знаю. Попадает ступор, куда происходит, и ты такой, типа, теряешься в этом. Сразу же. Еще такая тетка, ел упала. Еще ушла от меня. Окей. Снова уклонилась от моего вот этого, от моей охоты, постоянно доджит. Я ее июз пытаюсь после того, как она сделать свой рывок. Это, к сожалению, самый неподходящий момент, на самом деле. Получается. Фух. Снесли быстрее. То он могла сейчас попасть, если бы я как-то чуть-чуть корявенько продолжила. Там я немного косякнул с действием. Не хочу голема, пожалуйста, если успели вынести. Каждый моб выполняет свою функцию здесь, в этом забеге, на полную программу. Я каждого из них буквально чувствую. Проблема от каждого из них. Так, магазин еще будет впереди. У нас, в принципе, мы почти фулово отхилиялись. Может быть, дальше будет все неплохо. Посмотрим. В целом, конечно, забег не самый простой. Так, 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 отходим. Я не знаю, в кого у меня охота улетает, когда я так бью. В последнего моба или в ближайшего, наоборот. Черт его знает. Ох, тут, блин. Окей, этого снесли. Так, давайте сначала с магами немножечко еще. Чтоб не душили меня постоянно. Теперь светащимся чисто на нем. Окей. Ну, да. Урон может хороший выдать. У меня 684% физы. У меня 51% шанс крита. Не настаканы, кстати, даже если. Настаканы, то будет... 55%. У меня, походу, как-то в процессе боя повышается, да, от чего-то. Ладно, допустим. А, у меня же есть, да. У меня же темная билка настакивает его точно. Так, древний кулинц заново пришло. Ну, нет, не надо все. Разбираем просто. Идем по косточкам. Ну, так, аж такой один из самых опасных этапов в целом. Третий этаж. Наверное, самый опасный, в принципе. Так, здесь блёб элитка. Да, он здесь частенько встречается, собственно. Потому что генерация с блёбом. И если есть элитка, то встречается вот очень часто. Либо он, либо робот внизу. Окей, готов. Но ещё мелочь остаётся. Так, давай сундучок теперь. Я, смотрите, надо больше, может быть, за него перемещаться. С одной стороны, да, но я и так не чувствую контроль за персонажем. А у меня не на фулс, так как, к сожалению, идёт. Так, пошли. И мы его сейчас разбиваем очень быстро. Потому что плюс 150% урона, это типа считать, что у меня не 762% везы сразу же, да. А 2000%, вот это у меня эффективность от охоты примерно, чтобы вы понимали такое значение. Ну, где-то, ну, немножко поменьше, ладно. Тысяча там 800, может, там около того. Ну, короче говоря, да, она бафает нереально. Ещё лего? Нет, Малк, не сманешь на меня. Мы уже поиграли за всё. Не-не-не-не-не-не. Не действуют твои приёмчики. Ну, все пытаются, но... И гарпия ещё, да. Слизи бы найти, который даст мне терновый венец, да, или что-нибудь или горшок жадности, например, тоже было бы шикарно. Ух ты, блин, я случайно нажал на атаку, я в итоге вышел сразу из невидимости. Из невидимости, точнее своей. Не очень хорошо получилось. Так, гарпия освобождаем, целая пачка костей. Хорошо, статов много наберём, в принципе. Так, хорошо тоже. Охота. Разобрали. Ещё уникальный человек. Сейчас, давай, давай. Самурай, давай. Я его не возьму уже, если что. Ниндзя. Но это было близко. Я бы сказал, что это собрат практически. Немножечко ты промазывал волк. Шип Джагамона. Будет очень слабенький. Он, как бы, плоско повышает урон. По раненым врагам, кстати, только чистый урон. Это третий тип урона, да, ребят, есть физический, есть магический, есть чистый. Он серым численно отображается. Он мало где используется, но он имеется в игре. Но это будет недостаточно для меня. Скорость движения, скорость таки, по-моему, 3% настакивает. Нет. Не стоит он самого слота для меня сейчас. Циклоп есть неплохой вариант, но мне нравится Келеван, на самом деле, как работает сейчас у меня. Давайте ролнем. Уличит ром по отравленным врагам. Отравление даёт, кстати. Приспользуя навык, выбрасывает яд. Это 30% множественным, считаете? Так-то неплохо весьма. Но всё же немножечко не моё. Шедевр на 15% на 15% повышает везу на за каждым рядом врагам. Это поезд, точнее, с шедевром. 2000 золота множителей. Но приятно, конечно. Но я даже не знаю. Я бы хотел отвагу что-нибудь здесь. Другой сет меня не особо интересует. Во время первой атаки он метит врага только. Ненадолго. Как-то не очень. Ролл. И тут тоже, честно говоря, всё для меня это барахло. Так, а нам не знать, что у меня хилку ещё надо купить так-то. Я тут уже разогнался. Шеджи Гамона снова. И это всё мне тоже не нужно. Так что берём так. И я думаю, что можно, в принципе, джины из лампы взять лучше себе будет. Он будет на физу. Он будет ещё иметь навык, который тоже даёт контроль. На свапе он будет эффективнее для меня. Да и даже сам он софт-атак может убивать неплохо. Даже на этом этапе. Непрокачанная версия черепа. Блин, вот терпения не хватает, когда столько говна на экране просто, которое взрывается всё. А этот череп очень контактный. Он туда-сюда, туда-сюда. Он обязательно где-нибудь на что-нибудь нарывается. Без этого волк не волк. Здесь, естественно, тоже хватить надо было. Так, угнали за золотом. Но приятно, когда идёт у тебя много проков. Вот броневоры — это один из ключевых предметов, я бы так сказал. На минус литра, на даже скорее просто на комнату для комфорта игры за этот череп. И урон хорошо в целом повышает, да? И комфорт нереально тоже бафает. Эффектность и эффективность. Что тебе ещё нужно, да, от предмета? 252 хп. От свапа у нас нет никакого бафа, не идёт там, насколько я помню. Поэтому нет смысла у меня субсвапаться, но всё равно я засвапаюсь. Пускай будет. И химера. Ну, я надеюсь, что мы её и снесём более-менее. Сейчас посмотрим на свой реальный урон. И вот поехали. Вот мой урон в одиночную цель. В данном сетапе. Не идеальный забег. Но, типа, весьма неплохой. Но не скажу, что урон хороший, если честно. Как-то хотелось бы как будто побольше всё же. Так, ещё волна. Я и задот железа при помощи рывка. Охоту надо чаще, может быть, юз. Соответственно, мне перезарядка навыков полезна для охоты, чисто спамить ею. Но вот без охоты у меня урона вообще нет. Томпически. И даже с охотой не скажу, что я прям как-то быстро выносил врага. Вот серьёзно. Уносил босс, точнее. Но в целом и не то, чтобы у нас какая-то плохая ситуация. Но есть к чему стремиться. Прям много есть к чему стремиться. Ну, ждём. А, не достанет, но лапой долбанул. Про Келевана тоже не забываем. Он нам тоже даёт бафы. Заливает стату после использования. После попадания, точнее. Аккуратно. В целом, боем с Химерой я, ну так, типа, ну 50-50. Более-менее доволен, в принципе. Могло быть хуже. Это уже мы, по крайней мере, выравниваем постепенно по силе. Хотя тут уже раскрываться по полной программе хочется. И не просто начинаете раскрываться. Уже разрывать хочется всё. Окей, снесли. Сейчас ещё какой-нибудь дроп будет. Не знаю, контурации особо не ищу. Какую-то менять себе. Меня мое устраивает. А вот по легам. Волк, слушайте. Я думал, что он меня троллит в тех забегах, когда я вместо волка что-то беру. Когда ты берёшь волка с собой. Он удачей своей. Судя по всему, это не то, что волк приманивает, знаете. Он приманивает до тех пор, пока он у тебя есть. Вот я получил предмет, да. А дальше у меня забег ровненький идёт. Если я за волк весь забег играю, то мне нахрен. Дэвид Джонс, боец, балрок. Чё хочешь, бери вообще. Балрок нахрен. Я его с 100 лет не видел. Но мне он не нужен. Я не буду делать на него забег сейчас совершенно. Почему? Вот его очень тяжело найти раньше. Потому что лего квинтэсенции встречаются рано очень редко. Это та самая квинта, которой я бы хотел сделать забег полноценный. У него 90 секунд кулдал, но можно его порезать. А он будет значительно порезан. 20 секунд даёт тебе балрога, который весьма себе эффективен, точнее. Но я не скажу, что она сильная. Просто я бы хотел сделать за него забег. Но не в этот раз. Я могу показать, как она работает. Что я его буду разбирать сейчас явно. Типа ты вот так вот превращаешься, да. Вспомнишь, что к чему тут. Ну, если бежащим врагам длительный физический урон, катаклизм, это один его навык. Бьёт по земле, вызывая град горящих волнов, которые у нас физическое урон врагам. У него очень красивые атаки. Это череп силы, но при этом у него очень дальний рывок, один рывок. Он быстро лупит. Катаклизм это вот такая шняга. Очень красиво, конечно, выглядит. Но я считаю, что эта квинтэценция слабая и весьма себе опасная. Потому что ты себя плохо контролируешь. Он занимает полностью твое время. Вместо другого черепа по силе он сопоставим с другими черепами, либо даже слабее некоторых из них. Но, тем не менее, я бы хотел сделать за него серийку. Ну, у меня была, когда давно я бегал с ним. Я бы хотел полноценную прям с акцентом чисто на эту квинту. Двлительность горения сокращается. Уроны горения врагам повышается. Мне это не надо. Скорость перезарядки эссенции снижается. Урон по врагам увеличивается. Не хочу. Тоже не подходит мне. Так, я прокачиваю себе до конца смертельную скорость. И что еще взять? После у меня фражеской атаки с помощью... Так, не хочу. Можно, в принципе, себе коротышку взять. Множитель физы рядышком просто. Ну, рядом множество урона, точнее, в принципе. Урон от предмета, кстати говоря. Если мы возьмем вот эту штучку, это бафнет мне броню вора. Это бафнет мне терновый венец. Но все-таки я ищу что-то более стабильное на все. Не только ими я дамажу все же. Поэтому нет. Урон от навыка не нужно мне. Какие-то стакающиеся штуки, которые работают с кулдауном, тоже под вопросом. Я даже не знаю, что... Наверное, коротышку надо брать просто. Мне кажется, да, это будет правильное решение. Можно было взять себе резалку, но я надеюсь, что сейчас уже я продержусь какое-то время. Приключения сможет стать проблемой с Иоанной. Я думаю, что мы разберемся более-менее. У меня костей много. Можно себе еще физы добавить, потому что меня скорость стаки более-менее устраивает. Ну, хотя я его тоже добавлю, наверное. Давайте пять раз сюда вкачаем. И сюда еще несколько. Сколько у меня скорость стаки сейчас? 150%? Она маленькая. Она у меня большая, только по стоку я настакаю ее себе. Ее там выше 300% уже как-то не особо эффективно, неэффективно вроде как качать. Ну, по крайней мере, то ли не раскрывается, то ли не чувствуется так сильно, не знаю точно. Ну, такой примерный ориентир, я бы сказал. Но у меня до него еще очень далеко, даже во время боя в идеальных условиях. Идем по косточкам. Качаем дальше себе статы на постоянку. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Чуть не улетел. Ох, разнесут. Со всех сторон тут. Волк неконтролируемый, череп, да. О, нет. Так, вот этого надо сносить быстро. Окей. Тихо, отойти. Череп у нас на перезарядке был, свап мой. У него красивые эффекты идут с этими разрезами везде, да. Ну, сколько они эффективны, другой вопрос. После свап у него появляется такой баб не на небольшое время, но они магический урон уносят, поэтому как-то под большим вопросом все же. Хоть. Шариками этими, я буду на них натыкаться сейчас очень-очень активно. И они и так регулярно тебя душат, а здесь еще и перс, который туда-сюда летает. Не просто будет возможно с ними. Рывок у меня после килла врага, он улетает просто в другой конец карты. Другой конец экрана. Серьезно. Эти взрываются. Сейчас, в принципе, все неплохо, более-менее. Вполне. Мне нравится весьма. Красиво и эффектно работает. Но если бы я не взял бы звериный прыжок, если бы я там не зажилил, было бы, конечно, далеко не так все хорошо. Так, 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 так. Хотел хищный человек в охоту оставить на эту уливку, но в итоге охота была накладала, не нужен момент. Дезайр. Можно было на сказку сделать мега-забег сегодня, я смотрю так, но меня он не интересует. Какой у меня вот урон есть? Так, смотрите, по одному по одиночной цели, да? Не то, чтобы какие-то большие числа, их вроде и много, а вроде и не настолько много. Но если я юзаю охоту, то это вон. Сразу криты по 300, по 500. Это уже приятнее. Но охота по-прежнему, она хоть и делает рыбок, но она бьет по одной цели. Про это надо не забывать. Он меня задушит. Мы его щит снесли, наконец-таки. О, окей. Без щита он, конечно, для меня не страшен. Без щита мы его выносим. Просто попрыгали туда-сюда и вынесли такую мелочь. А когда-то эти мобы были страшными, да. Все еще вспоминаю, я старую версию игры. Обосраться можно, волчья удача. Им будет только так. Столько лег за сегодня. Я думал, что он троллит другие забеги. Он, оказывается, забеги на себя, он еще больше показывает свою силу, показывает свою истинную власть. Но вот честно, в этом забеге вот сейчас он вроде все хорошо, да. Но опять же, любой другой череп сейчас чувствовал бы себя так же хорошо. Не меньше, не менее, не менее хорошо, скажем так. В такой ситуации. Без охоты, без звериного прыжка, с магическими навыками, и если у тебя не собрались хорошие, сильные, гибридные предметы, то это было бы прям совсем все плохо. То есть я бы сказал, что да, волк может быстро пройти игру, но сам по себе череп слабенький. И еще и собирается не так просто. То есть не то, что он понимает, что просто же, или тяжело. Но понимает, что он должен сильно повезти. Но для спидранов лучше всего подходит именно он. Потому что, очевидно, узник у тебя будет медленнее проходить локацию, ты узника хрен найдешь, но узник разнесет босса гораздо быстрее, чем волк. В среднем. Вот как-то так, такая мысль, которую я хотел донести. Так, что у нас тут? Понимаю. Можно, в принципе, взять, но у меня акцент на лего такого нет, хотя у нас весь урон по врагу повышается после охоты вроде бы, да? Да, не получает больше урона, то есть от рецептей тоже. Келеван прикольная штучка, но может быть это было бы эффективнее, даже не знаю. Можно что? Можно взять себе из... Блин, значит, что нам нужно было взять за чем на билку. Надо было взять ту, которая повышает себе физу за двойные типы снаряжения. Я забыл про него совсем. Она бы сейчас нас бафнула очень мощно. Ролл. О, рука славы. 120% физы. Вместо мяча. Ритуальное оружие, время твое прошло. Ну, ну, все, на три собрано всего лишь. А этот самый, как его, кольцо не собирается. Двучше, ролл сделаем, другому кольцо упал. О, есть из игры шанс критана 15%, скорость таки на 25% скорость передвижения еще. Могучий удар дает. Могучий удар не собран совершенно. Но можно собрать. Вместо вот этого, например. Вместо отвагу заберет тогда, правда. Здесь хп улетит. А, нет, не улетит хп, кстати говоря. Улетит только 45% физы. Можно вместо этого взять. Это не надо менять. Да, можно вместо колеса атаки взять. 45% физы можно пожертвовать. Я бы взял себе, может быть, квинтэссенцию сверху, но у меня золото уже не хватает на нее, поэтому... Поэтому, увы. В целом, мы сейчас бафнулись достаточно достойно. 726% физы, но у меня теперь 108, 105% скорость атаки. Это уже приятно. И опять же не забываем, что... Блин, с этими атаками, когда он еще по земле ляпается, потом вечно забываю. Тих-тих-тих. Очень быстро можно вынести такую цель. Эть, погоди. Еще раз. Хочется Иоанну погасить, но я опасаюсь сейчас приключенца. Надо бы отхиляться до конца к ней. К лучнице, которой я чувствую, что придет. Чего-то мне кажется. Было близко. Так, а что мне с этим делать теперь? Как мне вот так удобно вы вымынетесь сюда? Есть. Сносим, конечно, быстро, прям реально. Лампы. Ломаем быстро. Ее тоже. Слизень пришел. Многих NPC забрали сегодня тоже. Так, ладно, я подожду. Здесь золотишко. Все, шарки исчез, да? Какой-нибудь предмет есть, который я не хочу в любом случае вообще? Но вот этот, например, я бы от него отказался, но он мне в одном экземпляре в любом случае нужен. Я не знаю. Что даст, то даст. Опять же, нет такого предмета, к которому я могу легко отказаться. И... Топор прям одно из самого слабенького, на самом деле. Но, опять же, один топор мне нужен был. Если бы горшок выпал, было бы круто. А топор? Ну... Да нет, вместо чего я могу его взять. Продаем просто. Ладно. Слизень, слизень, это... Это не бро наш. Нам повезло на слизня, но там уж... Слизень сам решает, что выбить. Это жрица, слушайте. Это... Груша для избиения. Относительно такая. Хотя я на ней тоже буду отхватывать сейчас, потому что я буду туда-сюда, туда-сюда летаться. Постоянно летаться. С такими акцентами, как будто бы... Забавным. И поехали. Мы ее сбили, и пошел урон. Смотрите, вон как мы ее дамажим. Неплохо, в принципе. Еще раз юзаем. И вот, да, вот... Волк может показать хороший урон при определенных условиях. Ой, как это плохо. Я ничего не мог сделать. Она просто вынесла все КП за одну атаку, как и я ей. Практически. Ну, за одну комбинацию такую длинную. Вот есть, не следай, хилочек побольше. Охренеть, спасибо, блин. Вообще ничего не дала. Кирион. Протенциальный Кирион. Но ты пришел поздно. Вот он был бы мега крут, кстати говоря. Нереально крут за Волка. Прям ультра имбища. Но слишком поздно пришел. Так что я разбираюсь себе в пользу 5 хп, либо 23 косточки. Наверное, 5 хп, кстати. Да, 5 хп пускай будет. Хотя мне 2 косточки не хватает буквально, чтобы в алтарь еще прокачать. Обидно немножечко. Давай физы. Короче говоря, до максимума. Но мне сейчас хп так или иначе нужнее будет. 786% физы. Как будто бы хочется все равно побольше. Честно. Но уже как есть. Мы можем где-то здесь закончиться, на самом деле. На вот этих комнатах буквально. Отлично. Надеюсь, что в магазине выпадет наконец-то большая хилка. Там есть стражник, который до 44 считает. Хорошо. Вот это не нравится мне совершенно, которого там надо еще щит ему проломать. Он тут на земле срет. Я потрачу, как я его снесу. У меня в противном случае задолбит просто. Если я буду с ним слишком сильно аккуратно щит ждать. Так, лампа. Шла вон отсюда. Окей. 44 щита. Это пригодится. Сегодня мы реально очень многих NPC нашли. Не всех, но очень многих. При атаке рывком увеличивает. Так, у меня рывок не атакует. Так что мне это вроде бы не должно работать. Это мне тоже не надо. Окей. Все, мимо. Щит потихонечку начинает расход... Не, не потихонечку. Он достаточно быстро начинает расходоваться уже у меня. Так, так, так. Ага, там. С епетиньей. Подождем чуть-чуть. Потом то, что рядышком бьет тогда. Так, мне... Я его сейчас столкну, вообще-то. Еще ниже, давай. Не отнялась ХП, но он живой. Где он? Слева, да? Все-таки сейчас обратите внимание, что оказывается, враги, которые элитные, они на карте отображаются фиолетовыми. Никогда не обращал внимания. Еще почему-то у него выстрел летит медленно. Летел только что. Так, разобрать. Так, только не в яму. Окей. Среагировал. Ну, по крайней мере, до Леони в итоге мы дойдем. Хотя в начале забег выглядело так, что он может закончиться прямо на раннем этапе. Но все же получилось более-менее продержаться. Так, я не буду даже ее ломать. Так, давай, наверное, за... Хотя, может быть, стоило по золоту пойти, потому что впереди будет еще магазинчик. Так, а вот ты мне не нужен, дружище, наверное. Нет. Было очень близко. Слишком много опасных мобов рядышком. Один готов. Скелеты я, наверное, не буду использовать. У меня нет лишнего хп. Как же опасен этот топорчик, а? Вынести? Есть, успел. Хорошо. Он мог очень меня сильно продамажить, если бы сделал комбинацию. Так, я тебя освобождаю, но не использую. Я отменяю все. Просто, чтобы мне больше не попадалось. Потому что, малори, знаю, волк, что он может за него попасться еще. Буквально в оставшейся комнате какой-нибудь. Снова поцикли за окном у меня там, не знаю. Слышали выявлено, что он за счет техники был сейчас. Капец, сколько сегодня уникальных, легендарных черепов. Я понимаю, что сейчас на них шанс уже большой в конце забега, да? На позднем этапе игры. Но они и в начале дропались. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте сломаем вот эту штуку лучше. Нихрена, как улетел. Меня считаете, Келиван, он чем-то похож немножечко на прыжок волка. Он тоже меня вот так кидает вперед. В принципе, они вместе красиво сочетаются весьма. Получается такое, знаете, вот я буквально недавно серию по клеткам выпустил за забег Зазеро. Так, нет, не нравится. У меня 64 хп осталось. У нас сейчас будет магазин, конечно, в следующей комнате вроде бы, или около того. Ну что-то можно меня не убивать, пожалуйста? Так, погодите, сейчас еще сунсти. Забег за Зеро, он тоже получился такой эстетически очень красивый. Под саундтрек Катаны Зеро, соответственно, с самурайским мечом и бросаем предметно. Он должен выйти буквально через 50 минут у меня сейчас, когда я записываю меня на этот ролик. Так, это все-таки не последняя комната, еще окей. Вот мне чем-то это его напоминает. Минус один. Так, ну таком-то вроде должен быть простой. Радует, что мне прыжка хватает вынести вот этого летающего моба. С одного сразу же выносим. Так, отходим. Знаю, я эти метерины падающие. Так, он взорваться будет, сам-сам еще нет? Вот сейчас он взорвется, да? А у этого моба ослабили атаку ли мне показалось? Он гораздо не вот этот моб, точнее, которого я убил сейчас. Который был маг. Мне казалось, что он раньше гораздо быстрее кастовал вот этот шарик на себе. Что ты прям вообще не успел среагировать. Сейчас у него прям было четкое время такое видно. Не уверен точно. При попадании стрелы во врага возникает взрыв. Интересно, а мои броски вора считаются стрелами, нет? Считаются. Но у нее есть откат. У нее откат 2 секунды, да, там, по-моему, сказано, в общем-то. Такой, как будто бы... Как будто бы что-то открыл, да? Снова 20% снова Путинг вампиры. Минимальная хилка, просто пипец. И здесь тоже редкий уникальный, точнее. Я не уверен, что я хочу его покупать. Блин, по хп прям беда бедой. Как мне отхиляться? 10 счета, что ли, брать вот эти? 2-10 счета. Мне по предметам мне все равно особо ничего не нужно. Трудно найти что-то, что пригодится. Ну, не то, что трудно, прям, да. На самом деле, я столько трудно. Но пускай будет хотя бы какие-то статы. Никит, стат какой-то хп. В основании, то есть... Могли бы купить здесь череп, обменять его, но настолько ли мне нужны кости? Я хилку ищу. Сказки прям валит тоже. С циркулятором она теха неплохая, неплохая штучка. Но она не стоит своего слота для меня сейчас все равно. Костя не ролл. Потому что на следующий магазин я особо не ориентируюсь. Не надеюсь на него. Брать череп не хочу, потому что мой череп будет получше. На комнатах чувствовать себя. Идем сюда. Не на комнатах, точнее. А в принципе, мне его свапа полезнее будет гораздо. Чуть под атаку не подлетел сейчас. Как жалко, что кто-то вначале освободил девочку, да? Сейчас бы она очень в тему была бы мне. Но не факт, что она бы мне попалась опять. Могла и не встретиться. Вовремя этот щит с этим, верю, мне от алтаря пришел. Он в принципе на время, поэтому его можно расходовать. Он не останется со мной навсегда. И еще эти самые дают. Давайте сюда. Ладно, за золотом пойдем на поле. Так, не самая приятная комната. И волна первая весьма противная, кстати, еще. Надо вот эту элитку снести как-то. У нее что? У нее защита. А, ну да, видно принципы. Тихо. Так, может быть лучше все-таки снести сначала все остальное, да? Тихо-тихо-тихо. Держимся подальше, потому что я знаю, он может задеть себя сбоку немножечко тоже достает. Уже сталкивался я с этой ситуацией. Опасная комната. Может много хп оставить. Не стоит торопиться. Он прям все дальше и дальше свои метели закидывает, я так смотрю. Так, давай, наверное, я сейчас даже сниму с себя дебафы, чтобы если по мне тычка полетит, чтобы была не слишком сильная хотя бы. Понял. Все, этот готов. С тобой уже разберемся легко. Я даже так, под охотой не скажу, что я его как-то быстро выношу. Не знаю, что будет на Иоанне. Не представляю, как я могу ей снести столько хп, сколько у нее имеется. 128 здоровья. У меня просто очень мало, мы продержимся в бою. Особенно на второй фазе, как я буду туда-сюда вправо-влево летать, слетать с платформ, падать вниз, получать 3 тычки, прежде чем я смогу подняться наверх. Я прям представляю себя отчетливо в такие ситуации. На первой фазе, если на ее столбы работает мой дебаф, то, в принципе, мы должны разобраться с ними легко. Будет работать он или нет, не уверен. Да, работает вроде бы. Вижу, что он отображается. Вроде бы это он. Так что все окей. Ну да, и мы их выносим, вон, типа. Не скажу, что как-то фантастически эффективно у нас были забеги гораздо мощнее. Много забегов было гораздо мощнее. Но весьма достойно. Кстати говоря, из вот этих вот статуй из них может выпасть хилка, поэтому есть смысл их сломать. Попытаться. Но не выпало. Может и не выпасть, собственно. Да. Так, так, отходим. Можно, знаете, как сделать? Можно килливан кинуть. А, он не попал, потому что она под защитой была. По всему. Так, снова луч ЮЗ. Окей. Только один из немногих черепов, который может прямо через этот луч пройти, потому что обычного черепа скорости не хватает для того, чтобы перелететь полностью через него. Вот так. Он как бы и широкий, ты можешь перелететь через него, но он же движется за тобой сразу же еще. Поэтому еще многие черепа скорости просто на одну тычку отхватывают так. Ну, либо если немножечко не идеально сделаешь, не уверен точно. Так, а вот что мне теперь делать с ней? Так, так, так. Окей. Ну, как ее атаковать, а? Ой, жесть. И здесь она меня снова заставляет отходить. То есть, да, волк на ней прям чудовищно неудобен. Если ты можешь запасить роль, тебе пытаться передамажить. Но, блин, на зеркалах это плохо работает. Это нужно прям много хп и очень много урона. Мне, чтобы заюзать охоту, я сразу летаю с платформы. Мне и так мало времени для атаки, да? Там я на льянах не успевал ее юзать особо. А тут все еще хуже. Просто нет возможности для атаки. Можно, порой, забить на охоту. Ох ты, блин. Окей, каким-то чудом просто задоджил это все. Что-то называется джим. Кусок моего дебафа ушел опять никуда. Я практически не нанесу, не нанесу урона. Она внизу и там горит все. Что с ней делать? Я просто не знаю. Это ужас. Во-во-во-во-во. Бей. Немного подамажил. Во-во-во, пошел урон наконец-таки. Она встала удачно, но ненадолго. Еще встала удачно немножечко. Пожалуйста, не попади по мне. Окей. Идеально. Думался на джина славнуться или нет? Или все-таки попытаться задоджить? Снесли ее. Но я показал, что да. Он может замажить хорошо. А может быть вот такая вот просто патовая ситуация, что ты не можешь ни победить, ни умереть. Не можешь ничего сделать. Просто бегаешь сюда-сюда. Выгонять Леони не нужно. Это древняя сила не нужно. Это поздно. Совсем поздно. 10 хп разбираем просто. Либо как, либо 842 монетки. Либо 10 хп я хочу получить. И сейчас мы возьмем себе темную обилку, которая даст очень много силы. У меня сетов сейчас 6. 6, черт меня возьми. Вот это, страсти к собирательству. У меня сейчас 798 протонов визы было. Останет. 1038. Охренеть. Потому что оно дает 6 раз по 25, да? 7 раз. Погоди-ка. 7 раз. Плюс это умножается на 20% множителем. А для волка это плоского значения физы будет еще больше, считайте. Мы очень сильно сейчас бафнулись. Так, плюс я беру это. Но за счет того, что я брал себе вот эту штучку-ресалку, у меня не хватает очков. Но я не считаю, что я ее зря взял, потому что я бы сдох. Возможно. Так, и качаем себе здесь. До конца, кстати, зря хватило ровненько. Я даже не рассчитывал. Но получилось так. 341 хп, не тресалки. Если выпадет хилка хорошая с магазина, то есть, в принципе, шансы героя снести. Но все равно я не сильно уверен в этом залеге. Сейчас в победе. Но я так или иначе постараюсь. Не представляю, как я буду на первой фазе его гасить, когда ты хочешь от него подальше держаться и минимум времени рядом с ним проводить. Хочешь, наоборот, разрядить навыки и все. А этот череп, он юзает навык. Он улетает от рога далеко. Узник еще пришел, да? Так еще и после этого тебе надо автоатаками лупить. В первую очередь, тролль. Фулл атаки критуют, но у меня и так нормально, в принципе, все. Ну и все, да. Можно поменять гравировку, кстати говоря, себе какую-нибудь. Но у меня сокровище 3. А, слушайте, да, есть смысл поменять. Можем себе могучий удар добрать. Это даст мне физы, это даст мне еще. Считайте, у меня сейчас 3038% урона станет 1068 и 120% крит урона должно было усилить мне. Вроде бы. Где могучий удар вообще? Здесь могучий удар. Да, он критический урон повышает. Мне просто сказалось, что у меня до этого был крит урон 1.7. Походу показалось. Либо это было под бафами каким-то, не знаю. Ну не фулл хп, а хилка выпала не самая плохая, но не самая лучшая. Типа, просто зредненькая. Сейчас было бы идеально найти мухомор, который 50 раз нахиляет себе, например, на что-нибудь в таком духе. Повышает урон, входящий по тебе. Или 100% нахилял, не помню уж точно. Или феникс на 100% нахилял. Ох, я помню, сколько еда хиляла, но много еды было, которая могла похилять получше. 278 хп, мне кажется, первая фаза героя мне снесет, типа, оставит 50-100 хп, и на второй, соответственно, я просто уже не проживу. Мне, в общем-то, кажется. Потому что на первой фазе я просто доджить адекватно не смогу. Насколько оправдаются ожидания? Посмотрим. На Иоанне, в принципе, они примерно реально такие были. Ты просто ждешь момента, когда она идеально встанет, а до этого пытаешься доджить. Любой ценой. Так, ну поехали. К сожалению, неудивимостей каких-то у меня особо нет. Я могу быстро от него уходить вот так, но его надо дамажить так или иначе, все же не забывать еще. Так, окей. Детали монотеха, на самом деле, мне приятно так весьма помогают. понял эту атаку, но поздно сообразил. Входим, бегаем, 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 бегаем. Так, конец уже попал. Пошли. Снова охота. Еще раз охота. Запускаем. Так, сейчас он пойдет наверх. Наверное, скоро совсем уже. Входим. Да, не успею его добить. Он, само собой, заюзит в атаку. Куда без нее. Ну так, мог и больше отнять у меня хп на самом деле. Так, шарики полетели. Он не телепортировался. Не достался охоты, по-моему. Не узнал атаку, но мы его почти добили. Нет, хотите бы под конец здесь еще сейчас. Окей, слушайте, хп осталось гораздо больше, чем я думал. Лучше мы справились, чем я ожидал. Есть шанс на вторую паузу. Посмотрим, что сейчас будет. Можно под конец сильный плюп, а ставите как бы. Не знаю. До последнего забег оставляет интригу. Есть шанс у обоих. Так. Входим. Не ожидал это так вначале, честно говоря, увидеть сейчас. Вот это я ожидал увидеть, да. И не то, что он сделал там. Входим от него. Раз, два. Этот шип уберешь? Уберешь, пожалуйста, нет? На всякий случай в джина. Я с своих прыжков вечно улетаю туда, куда мне не надо. Окей, ушел. Хорошо. До сих пор пока что вторая фаза без урона, по-моему, идет. Или нет? Или я все-таки... Не помню, сколько у меня было после первой. Мне казалось, что у меня было 200 кп. Но здесь я не заметил, что я отплатил. Но, походу, где-то либо отплатил, либо... В конце предыдущей фазы еще, может быть, забыл про это совсем. Окей, задолжено. А! Вот это он подло сейчас поставил четко на меня. У меня хп опять 100 кп осталось, потому что у меня на черепе джина больше хп за счет секиры. Поэтому я вот здесь сейчас 169. Если что, не путайтесь. А, может быть, не от 200 кп было зажжено, как раз таки, не знаю даже. Так, это что-то ломаем, окей. Так, сейчас что-то будет страшно, и скоро мне кажется. Например, луч! Окей, задолжено лучше. Очень опасно, он сильно бьет. Охренит, засрал экран просто. Задолжили его взятие, но... За счет рывков и за счет большой скорости бега задолжили даже вытягивания, хотя я находился рядом с ним прям четенько. Вот это я не ожидал сейчас. Забыл про это совсем. Но мы его добили, слушайте, волк справился. Но я не считаю, что это череп все равно сильный какой-то. Он типа... Средний, нормальный, не самый простой, если у тебя с ним еще более-менее он соберется. Вы предупреждены сколько факторов. Это прям неплохие предметы, в принципе, нападали. Не какие-то имбобы сломанные, но нормальные вполне. Много сетов собралось, за счет чего страсть и забирательство очень хорошо работает. Келеван даже помогает. Есть две обилки нужные у него. И так, достаточно стрёмненько было. Он долго раскрывался. В процессе, конечно, меня прям он сильно расстраивал. Но под конец было красиво и, по-моему, получилось все-таки балдежно. Я доволен в итоге забегом. Волк показал, на что он способен, если ты не будешь подбирать ни в какую то, что он тебе дает. Потому что леку он сегодня навалил реально экстремально много было. Всяких таких. Действительно. Но, ребят, волк наконец-то сделал свой забег. Наконец-то получилось, да. Впереди я хочу за набранца Корлеона, за байкера, может быть, за мумию вместе с ледяным черепом попробовать забег такой сделать. Все-таки реализовать это. Может, получилось бы интересно. Не знаю, все же хочется мне. Но не знаю, что выйдет из этого своего. Настолько ли стоящий будет? Ну, а самурай-балдрог по обстоятельствам. Ну, искал, само собой. На этом все, ребят, у нас все. Пишите, если касаемо волка, как он вам. Надеюсь, что меня поняли, почему у меня вот такой противоречивый мысль касаемо волка. Я не люблю, когда вырывают из контекста и говорят имба, потому что один раз увидели, как это имба работает. А такое я встречаю уже очень много раз. Где-то увидели разок, и все. Волк головного мозга уже. Ну, а как волк нахрен мне удачи припирает, да уж. Ну, вот как-то так. Надеюсь, что вам понравилось, ребят. Подписывайтесь на канал, если это так. Я буду очень рад вас встретить, комментарии с этим видео. Это тоже будет очень приятно. Вступайте на сайте в сходе в сети, в общаться на колонаве. И отстанавливайте, чтобы не перестать от чего. Ну, я желаю всем хорошего настроения, ребят. Такого же дня. Всем удачи, на новых встреч. Всех пусть-пусть. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok